Житель Усинска продал квартиру, а затем стал жертвой рэкетиров. Сотрудники ОФСБ и Управление уголовного розыска КОМИ обезвредили в городе нефтяников группу вымогателей. Молодые люди, уроженцы Чечни и Дагестана, после покупки недвижимости потребовали у бывшего владельца компенсировать им моральный вред. Угрозы подкрепили насилием. Какие претензии они ему предъявили, расскажет Ольга Коняева. Пусти за голову! Лежать! Посыпались угрозы. В феврале 2018-го трио перешло к активным действиям. Незговорчивого мужчину избили на улице. В роли жертвы оказался и его брат, пришедший на помощь. После чего родственники привезли предметы интерьера. Но вымогатели не успокоились. В качестве компенсации они сначала потребовали себе по телефону. Потерпевшие купили, приобрели. Имеются чеки в уголовном деле. Передали им, привезли. Подозреваемые указали на то, что это дешевые сотовые телефоны. Предоставили список сотовых телефонов и аксессуаров к ним. Данный список соответствовал приблизительно 270 тысяч рублей. То есть это требование было вот этих телефонов. Эти мы заберем. Но вы нам будьте добры, предоставьте вот эти еще дополнительные. Видя, что жертвы пошли на уступки, наглые вымогатели выдвинули дополнительные требования. Перечисление 800 тысяч рублей или передача в дар внедорожника. Горе-продавец перестал отвечать на звонки и стал избегать встреч с молодчиками. Тогда трио взялось за его младшего брата. Парня избили дома на глазах жены и детей. Потерпевшие перечислили небольшую сумму на карту. Информация поступила силовикам. После задержания подозреваемых взяли под стражу. Двух отправили в СИЗО. Третьего, учитывая беременность жены и наличие малолетнего ребенка, оставили под домашним арестом. Все трое обвиняются в групповом вымогательстве. Им грозит до семи лет лишения свободы.